В Тимиртау на девятиклассницу напали с ножом и угрожали убить за долги ее родственника. ЧП произошло утром, когда девочка шла в школу. Эта история не привлекла бы внимания, если бы не реакция полицейских. Узнав о случившемся, по словам родителей, они заявили, что за охрану жизни девочки нужно платить. Людмила Батюшкина подробнее. Вот я, получается, упала вот так вот на память, встала, отрепнулась, сделала один шаг и все. Жизнь тимиртауской школьницы внезапно стала напоминать сюжет гангстерского боевика. Ранним утром по дороге в школу на нее напали двое мужчин и приставили в горлу нож. Меня захватили. Я хотела крикнуть «папа», я только успела сказать «папа». И он сказал, если я еще раз буду кричать, то он меня сразу тут и убьет. Получается, он назвал меня по имени-отчеству, назвал мой адрес. Сказал то, что моего дядя дал, если в течение недели он не вернет его, то меня убьют. Девятиклассницу отпустили. Она дошла до школы, оттуда ее забрали родители. Они же вызвали полицейских, которые, по словам мамы девочки, особого участия не проявили. И даже попросили предоставить фото нападавших. А как нам сказали, надо было посылфаться с ним? Мы попросили у них, чтобы какую-то выделить охрану, какие-то принятия меры по отношению к охране ребенка. Нам сказали, только за отдельную плату. Родители девочки предполагают, что на дочь напали знакомые неблагополучного родственника. У него действительно много долгов. Если так, то найти нападавших для полицейских труда не составит, рассуждает мама школьницы. Она обращалась в отдел полиции, но уверяет, что у нее приняли только заявление по факту нападения. А с просьбой защитить даже рассматривать не стали. Стражи порядка ситуацию не комментируют. А в прокуратуре сообщили, что если уголовное дело по факту нападения все-таки завели, то и защита в рамках закона полагается. Если угрожают ей жизни и здоровью, есть законопредусмотрен меры безопасности, где ее берут под свою защиту органов ценных дел. Это охрана, то есть, соответственно, сотрудники органов ценных дел уже, получается, постоянно находятся рядом. В надзорном органе пообещали взять дело под контроль. А пока пострадавшую всюду сопровождает отец. Михаил водит дочь на тренировки и в школу. И ни минуты не сомневается, как бы дал отпор обидчику дочери. Ну ты подошел с ножом к ребенку, для отец. Я не буду думать, прав он там, не прав. Я возьму топор и рупану. Людмила Батюшкина, Ирина Нинашева, Информбюро Карагандинская область.